Привет, это канал Взлет, меня зовут Ольга, в этом видео мы с вами рассмотрим новую асимметричную сумочку Saddle и золотые классические часы из осенней коллекции Reflay. Давайте начнем вот с этой сумочки Кобуры. Мужчины сразу сказали нашей съемочной команды, что это сумочка для пистолета, но я хочу вам сказать, девчонки, что она выглядит в образе очень даже женственно, потому что когда она висит на ручке, когда она висит через голову, то вот эта форма является продолжением ручки и смотрится очень здорово. Но давайте же обо всем по порядку. Выполнена сумочка из очень-очень модного темно-зеленого с таким изумрудным отливом материала. Если вы присмотритесь к современным фильмам, сериалам, то вы увидите, что все они сейчас, ну самые модные, самые культовые, снимаются вот в таком вот зеленом и рыжем оттенках. Такой фильтр ставится на все съемки. Поэтому если вы хотите, чтобы ваш образ был как будто бы вот в таком вот модном киношном фильтре, то обратите внимание на этот аксессуар. Вот однозначно самый трендовый оттенок. Это не прибавить, не отнять. Что дальше в этой сумочке? Давайте посмотрим ее размеры. Размеры по каталогу Арифлейм 21 см на 6,5 и на 17. 21 см мы имеем. 6,5, да, тоже дно есть по всему периметру этой сумочки. И 17 см. Не знаю, в какой точке они померили 17 см, но в самой длинной точке мы видим тот же самый 21 см. Сумочка выполнена, как я уже вам сказала, в виде винтажной формы кобуры, но это тот же самый классический седл, просто он асимметричный. И у него довольно интересный клапан, потому что закрывается клапан не на одну кнопку, как мы привыкли, а на две. Вся фурнитура металлическая, выполнена под золото, но этот клапан с двумя кнопками, он открывается тоже, как кобура пистолета, потому что здесь есть ремешок. Я сначала не поняла, этот ремешок, он какой-то вообще нефункциональный, он пристрочен к молнии этой сумочки, хотя я ожидала, что вот эта вот деталь, она должна быть пристрочена к клапану, ну, как бы, если бы логично рассуждать, но пристрочена к самой сумочке, к лицевой части. Но, когда я надела на себя эту сумочку и застегнула ее, и потом я потянула вот за этот двойной хлястик, назовем его так, ремешок, который с одной стороны украшен колечком металлической части, то есть вы можете прям за колечко дергать, и вот когда вы дергаете все это вверх, то вот эти две кнопки сразу же открываются с помощью вот этого хлястика. При этом хлястик не пристрочен к клапану, соответственно, не рвется каждый раз клапан. Просто создается на него давление, чтобы сразу же открылись обе кнопки одним движением, как мужчины достают из хобуры пистолет, наверное, тоже с помощью такой же штучки. Сама сумочка закрывается на молнию. Представляете, как круто нам сделали такую маленькую сумочку, не просто с открытым входом, но еще с дополнительной молнией. Молния пластиковая, и внутри мы видим подкладочную ткань. Радует нас в этой коллекции подкладочной тканью. Везде матовая, такого же оттенка, как и сумочка, подкладочная ткань. И еще внутри есть карман, большой карман на молнии. Тоже, кстати, сделан в форме вот этой же самой кобуры. То есть он не прямой, как мы привыкли, а тоже внутри немного скошный. Наверное, на видео я не смогу вам это показать на крупном плане. Но вот, поверьте, моим ощущениям, ощущениям моей руки. И внутри лежит инструкция, потому что мы не дошли до самого главного, до ремешка. Как носится здесь ремешок. Он тоже довольно необычный. Бунтарская коллекция и новые бунтарские решения. Давайте смотреть. Обычно мы привыкли, что ремешки крепятся к сумкам при помощи карабинов. Здесь ремешок крепится к сумке при помощи ремешка. Как это делается? Есть вот такие детальки с двух сторон, которые фиксируются на кнопку. И в эту детальку мы продеваем кольцо от ремешка. И потом продеваем шлевку и фиксируем на кнопку. И, соответственно, вы можете носить этот ремешок в трех разных вариантах. Об этом нам говорит инструкция. Варианты, в принципе, ожидаемые. Как мы уже видели в других коллекциях. Это ремешок из двух частей. Сейчас я его закрою назад. Потому что постоянно быстро менять это не получится. Это довольно сложный такой процесс. Это не просто карабинчик пристегнуть, отстегнуть. А это надо все это вдеть. И, знаете, это какой-то мужской подход. Девочки, сумка в виде кобуры. И все вот так вот достаточно серьезно фиксируется. Ладно, давайте вернемся к ремешку. Ремешок из двух частей. Мы такие уже встречали. Просто по-другому цепляется к сумке. Это металлическая часть. Выполнена в форме цепи. Цепь из прямоугольных округлых звеньев. Не округлая цепочка. Она тоже немного отличается. И есть ремешок из той же ткани, из которой выполнена сама сумка. Где-то полтора сантиметра ремешок. И можно носить, прикрепить вот эти кольца к хлястикам непосредственно. Для ремешка тканевого можно прикрепить цепочку. Можно прикрепить и то, и другое. Можно носить только один тканевый ремешок. Только одну цепочку. Можно носить за, например, тканевый ремешок. А цепочка будет болтаться внизу. Как у девушки на картинке каталога. В общем-то, для вашей фантазии очень-очень много вариантов. Давайте посмотрим длину этих ремешков. В каталоге написано, что высота ремешка 57 сантиметров. Какой ремешок они имели в виду, я не могу вам сказать. Но ремешок тканевый 68 сантиметров. Цепь 55 сантиметров. Дальше вы уже с сантиметром прикидываете, как это будет выглядеть непосредственно на вас. И каким образом вы будете носить этот ремешок, когда приобретете эту сумочку. С обратной стороны сумочки нет никаких каких-то видимых деталей, элементов. Непосредственно сама ткань. И мы видим, как пристроен к этой сумочке клапан. Часо золотистое, классическое. И несмотря на свое классическое название, приходят вот в такой вот оригинальной достаточно коробке клетчатой. И мы видим логотип Reflame Schweden на рукаве коробки. Фиксируется рукав картонный, как всегда, с коробкой на скотче, что создает такую видимость индивидуальной упаковки. Внутри лежит коробочка черная, картонная, без опознавательных знаков. Когда мы ее открываем, вау, девочки, мы видим тонкий-тонкий изящный ремешок. Не даже сами часы бросаются в глаза, а непосредственно вот этот ремешок серебристый. Боже, какой он тоненький, какой он маленький. Часы действительно классические. И размер этих часов браслета 22 см, диаметр часов 2,61 см, толщина корпуса 0,77 см. То есть меньше даже сантиметра. Это прямо маленькие-маленькие часики для тех, кто давно ждал что-то подобное. Кому надоели такие большие, массивные, силиконовые, да, либо металлические часы. Сейчас я попробую все это распаковать теперь. Давайте откроем вот крышечку, потому что по-другому они не снимаются. Здесь я вижу инструкцию, каким образом крепятся звенья на этих часах. Как можно менять застежку. Здесь вот с отверточкой можно совершить какие-то манипуляции. Но, в общем-то, если вы в этом разбираетесь, то я думаю, что вы это сделаете довольно просто. С помощью инструкции это будет сделать еще легче. И, как всегда, лежат две вот таких инструкции, в которых вы сможете прочитать, как правильно обращаться с этими часами. Очень хочу я их снять уже и посмотреть, прикинуть, как они будут выглядеть на руке. Белый сияющий перламутровый циферблат. Очень часто спрашивают, написано ли Арифлейм. На циферблате написано только слово кварц. И, как всегда, три стрелки. Часовая, минутная и секунды. Ну, прям маленький-маленький, тоненький ремешочек. Давайте я попробую прикрепить его на руку, чтобы мы посмотрели, как эти часы выглядят на руке. Часы действительно классические. Посмотрите, как они изящно выглядят на руке. И, несмотря на то, что у часов очень тоненький ремешок. Здесь прямо 0,5-0,6 см. Они регулируются на очень крупную руку. Поэтому я думаю, что девочки, совершенно любая девушка, может порадовать себя таким классическим аксессуаром. Посмотрите, у меня объем запястья. Кто-то у меня спрашивал в комментариях. 17 см и еще сколько здесь, еще сантиметров 7, наверное, точно есть такой разбег, чтобы вы могли отрегулировать этот ремешок под свою руку. Часы хорошо застегнулись. Они отлично зафиксировались на руке. Мне кажется, что они хорошо дополняют любой образ. И свободные, и классические. Главное, чтобы у вас душа лежала именно к такому аксессуару. Что вам ближе? Классика или прицел на необычность в новой бунтарской осенней коллекции Rebel? Делитесь со мной в комментариях. Если вам был интересен и полезен мой обзор, то ставьте под этим видео лайк. И, конечно же, подписывайтесь на наш канал и нажимайте на колокольчик, чтобы получить оповещение и посмотреть видео о новинках Арифлейм самыми первыми. Пока-пока!